Друзья мои, всем привет! С вами снова Наталья Новикова. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня речь пойдет об эустоме. Напомню, что посев я производила 5 января. Всходы появились где-то 12-13 января и с этого момента уже идет исчисление. То есть на сегодняшний день моей эустоме всходом чуть более трех недель. Семена приобретала в магазине Соло. Это вот такие вот четыре расцветки. Здесь, конечно, не вся эустома, потому что у меня постоянно происходят ротации, перестановки на моих стеллажах, чтобы никому не было тесно, всем было достаточное освещение. Поэтому это небольшая часть моей эустомы. Значит, она у меня карликовая, то есть низкорослая. И в связи с этим хочу обратить ваше внимание, что очень многие любят сравнивать свои посевы, свои всходы с теми людьми, которые тоже сеют эустому. Но, друзья мои, обращайте внимание, что эустома карликовая и эустома высокорослая развиваются абсолютно по-разному. Поэтому, если у вас эустома низкорослая, она не будет так интенсивно расти, как эустома высокорослая. Вот обращайте обязательно на это внимание. Далее, по поводу укрытия. Многие спрашивают, как долго держать в тепличных условиях. Я вам всегда говорила и говорю, что я снимаю укрытия, как только появляются всходы. Я не вижу смысла их дольше там мариновать. Если рядом стоит таблетка, абсолютно без признаков каких-то всходов, я ее оставляю, естественно, в тепличных условиях, а таблетку со всходами я убираю и даю ей уже дышать сухим воздухом, который находится в квартире. Но приучаю я к этому сухому воздуху постепенно, увеличивая минуты проветривания, которые я делаю с первого дня посева. Кто-то держит три дня, не проветривая вообще, не досвечивая ничем. Это их право ради бога. У меня сразу всходы отправляются под лампу, и проветривание идет со следующего дня. То есть три дня они у меня в теплице не находятся. Все это происходит потому, что гранула у меня практически сразу всегда распадается. Я не держу вот эту вот гранулу в тепличных условиях, потому что многие вот именно не открывают теплицу три дня для того, чтобы вот эта гранула лучше разошлась, то есть лучше растворилась. У меня она, как правило, расходится сразу, поэтому проветривание я начинаю сразу со следующего дня. Следующий самый распространенный, можно сказать, злободневный вопрос по поводу подкормок. Когда их начинать? Как часто? Вот на этом хочу остановиться поподробнее. Так когда же начинать наши первые подкормки? Но отвечу так, что точно не в фазе семидольных листочков, как это предлагают делать некоторые блогеры. Честно говоря, у меня волосы на голове зашевелились, когда я все это увидела. То есть только-только появились сходы, они уже начинают использовать свои компотики, кальциевые селитры, монофосфаты калия, когда практически это еще совсем дитё. Но это то же самое, как грудничка взять накормить гороховым супом, пельменями или шашлыком. Один в один. Когда у нас появляется первая пара настоящих листиков, вот тогда можно уже потихонечку применять первую подкормку. И то, я считаю, что если растение растет в торфотаблетках, можно немножко с этим повременить. Вот за все три недели я подкормила свою устому всего один раз. Это была кальциевая селитра. То есть на сегодняшний день у меня уже в некоторых торфотаблетках есть корешки. Поэтому сейчас мы плавно переходим к следующему моменту. Это пикировка. Ну и как вы сумели заметить, что сеянцы чаще всего развиваются неравномерно. То есть есть те, которые побольше, а есть те, которые поменьше. Зависит это от многих факторов, но, наверное, в первую очередь от сорта. Я думаю, что так. Так вот, вопрос о том, когда надо пикировать. Вопрос этот настолько неактуальный, потому что в первую очередь мы смотрим на свое растение. У кого-то в три недели растение уже требует пикировки, потому что там корни полностью проросли в оболочку таблетки. А у кого-то в три недели это настолько маленькое растение, что ни о какой пикировке речи быть не может. Поэтому этот вопрос неактуальный. Смотрите на свое растение. Если вы посеяли в торфы таблетки, это самый лучший способ эту пикировку не пропустить, потому что корни, они наглядно вам дадут понять, что растения нужно уже пересаживать. Если вы посеяли также в прозрачный контейнер, то это тоже очень удобно, потому что также видно эти корешки, если этот контейнер поднять. Если уже емкость не прозрачная, то здесь, конечно, сложнее. Поэтому смотрите, я думаю, что вот эти крупные всходы, там уже корни такие приличные, поэтому, наверное, еще недельку подожду и тоже потихонечку уже буду рассаживать в отдельные стаканчики. Теперь поговорим о подкормках в дальнейшем. Я думаю, что до пикировки я произведу еще одну подкормку, это будет монофосфаткалия для роста корня. Ну, а так как грунт я готовлю сама с добавлением 100% биогумуса, также я закладываю удобрение длительного действия, это ому для рассады, поэтому на первом этапе моей эустоми всего будет хватать. Лучше обратить внимание на профилактику различных грибковых заболеваний, которые в зимнее время никто не отменял. Это будет гораздо лучше, нежели вы будете свою эустому пичкать различными бульончиками, компотиками по листу. Вот, друзья мои, пожалуй, самые такие основные моменты, ну, пожалуй, наверное, которыми пользуюсь я. В принципе, все это у меня работает, поэтому, кому интересно, присоединяйтесь. Спасибо, что были со мной, увидимся, услышимся и всем пока-пока.